Почему меня, уважаемый программный комитет, пригласил вести эту секцию и вот эту дискуссионную панель? Потому что я достаточно долгое время работал международным экспертом в странах ОТЭС. Делали мы проекты, в том числе проекты Российской Федерации, которые имели достаточно серьезные последствия. В последнее время я работаю в рабочей группе ИСО и проходит достаточно много документов, которые в разработке ИСО. На основе анализа мне бы хотелось сделать очень краткий вводный доклад, но прежде чем приступать, хотелось бы все-таки дать определение, потому что даже наши уважаемые коллеги в течение сегодняшнего мероприятия иногда все-таки путают идентификацию, антификацию между собой. Значит, эти определения взяты из проекта ГОСТ, который прошел согласование в ТК-362, прошел согласование в ТК-26, и в этом году должен увидеть свет первый, ГОСТ, Р, Система национальных стандартов в части идентификации и антификации. Я надеюсь, последующий второй стандарт тоже подготовлен, но сейчас проходит обсуждение, и по плану 362-го комитета должен выйти в свет, опубликован, должен быть на следующий год. Также будут еще два стандарта подготовлены, значит, уровни доверия к аутентификации управления и идентификации антификации. Первые два стандарта, они простые, а последующие еще больше приходится перерабатывать международных стандартов, согласовывать их с нашей российской нормативной базой, которая меняется очень динамически, поэтому вот эти определения мы и будем пользоваться ими. Очень важная вещь, все-таки разделять задачи доступа и удаленного доступа. У нас как-то вот я задал даже вопрос докладчикам, вы слышали, что такого вот четкого понимания просто провести идентификацию или удаленную идентификацию, и предоставлять потом последующий доступ иногда к критически важным ресурсам. Ну, а для физического лица его расчетный счет, которому доступ может получить злоумышленник, это тоже критически важная для данного физического лица, критически важная процедура. Поэтому хотелось бы, чтобы мы подходили к этим вещам достаточно строго и осознанно. Вот на данном слайде показаны общие характеристики доверия к результатам первичной идентификации. Понятно, что идентификация разделяется на первичную и вторичную. Первичную проходит один раз, а вторичной идентификацией пользуемся мы каждый раз, когда хотим получить доступ к информационным ресурсам. Здесь, данное обобщение, мы должны некоторые процедуры выполнить, то есть убедиться в том, что предоставленная заявителем идентификационная информация, она уникальна, то есть она может его отличить от остальных. Это очень строгое требование. Второе требование, это соответствие требованиям по проверке данной информации, по верификации. И третья очень важная вещь, это привязка данной идентификационной информации, которая находится в сыровом виде в различных информационных ресурсах. Конкретные личности, вот это очень важная вещь, от этого зависят уровни доверия к результатам идентификации первичной. И, значит, на основе этого и формируется, собственно, уровни доверия к идентификации. Вот в обобщенном виде показана на этом слайде общая характеристика доверия к результатам идентификации. Вы видите, что как минимум должно быть три уровня, низкий уровень, средний уровень и высокий уровень. Эта работа выполнялась вот в рамках госконтракта, поэтому, значит, результаты согласованы, приняты. Я надеюсь, что этот стандарт увидит, значит, свое тоже место займет наша нормативная база, на него можно будет ссылаться, опираться и так далее. Таким образом, уровни доверия к результатам первичной идентификации, они состоят из трех блоков, которые связаны между собой. Вы видите, что должна быть выполнена уникальность, должны быть выполнены и уровни доверия к уникальности, и уровни доверия к подтверждению, и уровни доверия к связи. Это идентификационная информация в цифровом виде, значит, конкретные личности. Эта концепция укладывается в видение, которое я видел в проекте федерального закона под цифровым профилем. Оно не противоречит этому. И я надеюсь, что вот такой подход, он будет иметь место. В дальнейшем мы сможем с этим подходом жить и работать. Еще одна более простая с точки зрения доказательной базы вещь – это аутентификация. Чем хороша аутентификация? Если пользователь зарегистрирован, вы уже имеете на входе зарегистрирован ID и зарегистрированный секрет или способ предъявления этого секрета. Сам секрет может и не быть зарегистрирован в системе, но может быть зарегистрирован, допустим, открытый ключ, который используется для доступа. В том числе, а закрытый ключ должен быть все время у нового пользователя в данной информационной системе. Здесь тоже путаницы много. И чтобы этой путаницы не было, очень много вопросов задается о том, а как вообще разделить по уровню доверия к результатам аутентификации. Этот слайд вы можете сфотографировать. Здесь вы получите ответы. А сколько реально факторов аутентификации было использовано при этом? И как можно разделять вообще уровни доверия, то есть к результатам аутентификации зарегистрированы пользователи. Теперь мы можем перейти уже к доверию к результатам аутентификации, в зависимости от того, как была проведена первичная идентификация и полученные результаты аутентификации. На данном слайде показано, что вы можете применять самую строгую криптографию, взаимную, многофакторную, но если первичная идентификация, результаты первичной идентификации находятся на низком уровне доверия, вы получите низкий уровень доверия к результатам аутентификации для доступа. Это очень важная вещь. Прошу обратить на это внимание, если мы по копии паспорта или по отдельным характеристикам пытаемся идентифицировать нового пользователя, выдаем им средства и механизмы, предоставляем доступа, то мы можем получить нулевое доверие. Допустим, по копии паспорта, как зачастую это до сих пор бывает, получим нулевое доверие к результатам идентификации и этот пользователь получит доступ. Вот это важная вещь, такая вводная совсем. Теперь буквально два слайда по биометрии. На этом слайде представлены возможности и рекомендации международных стандартов к идентификации. Вы видите, что их достаточно много. Это очень важные вещи, что биометрия используется в дополнение к другим идентификационным атрибутам и другой идентификационной информации. Биометрия используется для предотвращения дублирования при регистрации. Противодействие попыткам множественной регистрации разных пользователей, одного пользователя под видом разных. Это подтверждение инфекционных данных. Очень важная роль биометрии. И самое главное, я бы выделил вообще, это неотказуемость от регистрации на его пользователь. Потому что вот коллеги из КриптПро, которые часто участвуют в разборах по применению подписи, они понимают, что часто говорят, а я не регистрировался, я вообще ничего не получал. Это кто-то вместо меня получил, кто-то вместо меня подписывает и так далее. Правильно, Юрий Геннадьевич? Бывает такое? Бывает. И, значит, установление связи, собственно, привязки идентификационной информации с конкретной личностью. Вот то, за что отвечает биометрия, согласно международным стандартам. Это не мое мнение и не чье-то это обобщение, а проработки свыше 70 стандартов, которые существуют и были разработаны в Международном союзе электросвязи и ИСУ. Теперь биометрия в аутентификации как может применяться? Что об этом говорят международные стандарты? Международные стандарты говорят, что биометрический фактор должен использоваться только совместно с другими факторами. Это первое. Главным образом для подтверждения фактора владения. Если вы обладаете смарт-картой или токеном, который содержит закрытый ключ, который используется в качестве аутентифицирующей информации для доступа, то, значит, биометрия успешно может применяться. Я уж не говорю о скудах и так далее. Мы касаемся только задачи доступа. Второе. Биометрическая аутентификация может быть применена только при сравнении один к одному. Например, если у вас есть смарт-карта со сравнением отпечатка пальца пользователя, образец, который содержится внутри защищенного чипа, спроектированного специально по технологии Secure By Design, один к одному, то это может называться биометрической аутентификацией. И, значит, третье. Биометрическая аутентификация в качестве единственного фактора при однофакторной аутентификации не допускается. Вот такие вот результаты дает анализ, достаточно скрупулезно выполненный, по применению биометрии для задач идентификации и аутентификации в задачах доступа, предоставления доступа пользователей. Почему это так? Какие причины можно выделить? Можно, ну здесь проще всего и лучше всего изложено было в документе НИСТ. Эти документы НИСТ, это уже третья редакция, раз в пять лет они обновлялись, и они сейчас кладутся в основу стандартов ИСО, в частности, стандарт 29.115, 24.760, сейчас строится на анализе результатов НИСТ, то есть на анализе готовых документов. Видите, я здесь желтеньким и синеньким выделил некоторые моменты, почему, значит, это так, почему это так, как это обосновывают в стандартах. Ну, во-первых, биометрическая информация – это открытая информация, это не те секреты, которые, значит, в виде, допустим, закрытого ключа, никогда не покидающего чип, и содержится только там, находится под полным контролем пользователя. Биометрические данные можно снять, записать, сфотографировать, подделать, купить и продать. Понимаете, вот эта вещь очень важная. Другие здесь моменты тоже выделены, вы с ними можете ознакомиться в, значит, свободное время. Этот слайд тоже будет доступен, пожалуйста, пользуйтесь. То, что биометрия – это статистика и есть ошибки первого и второго рода, это все знают, какие бы они ни были маленькие. Это все-таки не те детерминированные данные, которые используются обычно традиционно в аутентификации, поэтому здесь нужно подходить очень осторожно. Вот это анализ, значит, анализ документов, официально опубликованных, доступ к которым совершенно доступны они, и можно их проанализировать, если, значит, есть какие-то сомнения. Пожалуйста, обращайтесь, я вам помогу в этом разобраться. Вот это краткое такое вступление. Извините, я чуть-чуть задержался. Вот, ну, увлекся здесь некоторые моменты, нужно было оттенить. Вот, есть ли, товарищи, вопросы по данному докладу, или мы пойдем дальше. Мне бы хотелось, что здесь уже было высказано коллегами из ВТБ, что то, что снимаются биометрические характеристики, конечно, они должны подразделяться по уровням доверия, по результатам. Мне бы хотелось, чтобы наша сегодняшняя дискуссия касалась именно вопросов доверия, к биометрической идентификации, к уровню доверия защищенности данных в единой биометрической системе, потому что из того, что анализировалось, того, что было представлено, все-таки не ясно. Шифруются данные перед тем, как они кладутся в единую биометрическую систему? Мне шифруются. Если шифруются, то как? Вот специально пригласили мы специалистов, значит, к нам на сцену экспертов, для того, чтобы на эти вопросы поотвечать. Пожалуйста. Алексей Геннадьевич, а можно вот, точнее, технических специалистов попросить вернуть на слайд, где было очень подробно описано, чего, собственно, нельзя делать с биометрией? Он предпоследний, по-моему. Нет, но здесь еще раз, ничего нельзя было делать, а это естественные ограничения на применение технологии. Да-да-да, вот мы сейчас про это как раз и поговорим. Это буквально предпоследний слайд. Поставьте, пожалуйста. Вообще, ну, я уже как бы говорил, на самом деле проект по биометрической идентификации, это такой очень интересный вызов отрасли и специалистам по информационной безопасности, который иногда очень наглядно показывает, кто что умеет. Я сейчас не про банки вообще, да, это отдельная история, а именно про информационных специалистов информационной безопасности. Кто что умеет, кто что знает и кто что может на самом деле. Вот нет, предыдущий еще, предыдущий, можно слайд? Вот давайте прямо по нему пройдемся и подумаем, что есть, что нет сейчас в единой системе биометрической идентификации. Значит, первое, это биометрический фактор должен использоваться только совместно с другими факторами. Вы не поверите, вот в единой биометрической системе это именно так, потому что если у вас нет записи в ЕСИА, то вы хоть опрыгаетесь, хоть обздаваетесь свою биометрию, то дальше никакого результата не будет. У вас просто точка, которая принимает эту биометрию, ее просто не примет. Так как это получилось? Сейчас, сейчас, секунду, секунду. Ну и, соответственно, дальше процесс идентификации, который уже вторичный, если у вас этой, собственно, записи нет, если вы не знаете реквизиты вашей записи, если вы не знаете пароля, не знаете рогина, не знаете много чего другого остального, то система просто не примет. Принципиальная позиция, которую занимал Центральный банк при проектировании единой биометрической системы, это то, что вот те образцы биометрических данных, которые собираем, кстати, он там не один, а два, да, это голос и, собственно, изображение, это дополнительный фактор к уже имеющимся факторам идентификации клиента в системе. Плюс, соответственно, обязательно запись ЕСИА. Пошли дальше. Термин биометрической идентификации обычно применяется только при сравнении, например, в технологии матча, биометрической идентификации. Ну, на самом деле, отдельная история, вот если говорить про этот пункт, то когда обсуждался закон, то, опять же, Центральный банк и совместно, кстати, с Федеральной службой безопасности настаивали на том, что в государстве у нас пока нет органа, который бы определил, собственно, насколько те алгоритмы, которые будут использоваться для биометрической идентификации, они соответствуют тому результату, который мы ожидаем. Если внимательно почитать закон, то в законе явно в виде написано, что должен быть определен федеральный орган исполнительной власти, который будет отвечать за все процедуры, связанные с обработкой биометрических данных. То есть такой орган у нас определен. Это министерство цифрового развития. Собственно, это сейчас является именно как раз его полномочиями по выпуску и регулированию в соответствующей сфере. И вот как раз именно за второй пункт он отвечает. Он отвечает полностью за то, что определяет эти алгоритмы, соответствие этих алгоритмов. Он выпускает перечень оборудования, который может быть использован для сбора биометрической информации и определяет, насколько должно быть соотношение шума и попадания в этот биометрический образ. В общем, довольно серьезная работа в этой части проводится. Я не хотел бы отвечать сейчас, да я думаю, что Иван Зимин тоже не будет отвечать за Минкомсвязь, но мы, как два участника этого процесса, можем вам совершенно точно сказать, что это обсуждалось, Алексей Геннадьевич, вы как правильно совершенно сказали, security by design, это даже не на стадии проектирования системы, а на стадии только отработки формулировок закона. А во-вторых, это обсуждалось уже, ну и я, например, являюсь членом постоянной действующей комиссии Минкомсвязи, которая принимает решение о соответствии оборудования банков и технологии банков требованием единой биометрической системы. Ну и дальше поехали. Применение биометрических характеристик в качестве единственного фактора при однофакторной аутентификации не допускается. А это вообще даже не обсуждалось, потому что изначально постановка задачи была очень простая, да, биометрическая идентификация используется как дополнительный фактор. Причем мы пошли даже, еще раз говорю, дальше, да, у нас есть ЕСЕ, и когда обсуждался вопрос, а он действительно с банками очень плотно обсуждался возможности использования собственной биометрии как единственного фактора аутентификации. И у нас даже вот с Иваном там, понимаешь, определенные препирания были на эту тему. Он же за прогресс, а я нет, я же безопасность. Так вот в результате мы, соответственно, с банками определили, что, ребята, вот извините, но точно как один единственный фактор вы это использовать не можете. Поэтому если вот по этому слайду пойти, то подтверждаю, все, что там написано, все правда и все в биометрической идентификации у нас сейчас предусмотрено. Так, секундочку. Мне, конечно, очень неудобно, и я вас внимательно слушал, не перебивал, но напомню, я все-таки ведущий этого круглого стола, и при всем моем великом уважении к регуляторам, присутствующим здесь, перебивать я вас не перебиваю, но давайте все-таки придерживаться определенного порядка. Договорились? Вот. Противоречий вы не вявили. Я специально, значит, вначале привел слайды с определением, то есть вы не увидели никаких противоречий, мы одинаково понимаем, что такое идентификация, что такое идентификация, как при этом нужно аккуратно использовать биометрию. Вот. Что касается, вы сказали, что без ЕСЕ здесь ничего не делается, но весь вопрос-то в чем? Какой уровень доверия к данным, которые находятся в ЕСЕ? Вот на вчерашний день уровень доверия был нулевой, потому что за данные в ЕСЕ никто из Минкомсвязи не отвечает ничем, никаких гарантий нет, и никто на себя персональную ответственность брать не хотел, потому что согласно 152 ФСЕ каждый гражданин имеет право свои данные в ЕСЕ поправить. Доступ должен быть предоставлен. Не-не-не, это было именно так. До буквально еще три месяца назад это было именно так. Пожалуйста, значит, вот Владимир Михайлович Простов взял микрофон в руки, придадим слово еще одному присутствующему здесь очень и весьма уважаемому регулятору, в лице восьмого центра ФСЕ. Да, но я вот хотел, вот можно этот слайд опять вернуть? Первый пункт. Вообще говоря, вот вы знаете, что, вот я сейчас стал анализировать, например, паспорт, визовые документы нового поколения, и вот первый пункт там не выполняется. Так это хорошо или плохо, то, что вы допустили это, Владимир Михайлович? Нет, это не мы допустили, это международная сообщество допустила. Не-не-не, ВКУ там очень аккуратно все. Я могу сказать, что реализовано в ВКУ? В ВКУ что? Биометрическая информация о человеке подписана просто подписью. Подпись – это подпись страны, а не какой-то криптографический элемент, который, так сказать, имеется конкретно у человека, да? То есть вы предъявляете свою биометрию подписанной страной, и второго фактора, вот этого, так сказать, криптографического, лично вашего, он отсутствует. Не-не, Владимир Михайлович, давайте я вам все... Нет, я вот просто, я просто констатирую факт. Да, действительно, так происходит. Чтобы было понимание, вот кто из присутствующих здесь в зале хоть раз проходил паспортно-визовый контроль при выезде за рубеж или при въезде с рубежа. Поднимите, пожалуйста, руки. Во! Почти все проходили. Значит, при этом, когда вы даете свой биометрический паспорт, там биометрические данные находятся, и они фактически сравниваются с оригиналом. Мало того, обязательно задается, казалось бы, идиотский вопрос, совершенно простые. Цель вашего приезда, допустим, в Грецию или в Германию, в США, пожалуйста. Цель вашего приезда, где вы будете останавливаться? Там, не передавали ли с вами что-то, то есть элементарные вопросы, чтобы посмотреть, это живой человек или это маска? Вот, это уже называется, когда задаются вопросы и используются факторы знания, это уже некоторого рода, своего рода аутентификация происходит. И там нет одной биометрии, Владимир Михайлович. В биометрии у нас сегодня фотография, которая находится в паспорте. И отпечатки пальцев, которые, кстати говоря, очень редко совпадают, когда выезжаешь за рубеж. Вот у меня, во всяком случае, я езжу очень много за рубеж, и у меня никогда не совпадает. Вот это ответ на вопрос. Так что не так все просто в этом мире. Лучше бы... Дело в том, что вот это тоже на самом деле вопрос спорный, потому что, наверное, в России это так происходит. А если, так сказать, проходят через автоматические пункты где-то в Европе, особенно если вы члены Евросоюза, то один офицер обслуживает там десяток вот этих автоматических пунктов. Ему просто некогда задавать вам вопросы. На все про все вы должны за 25, где-то 30 секунд на одного человека, так сказать, обеспечить его пропуск. А есть у нас микрофоны еще? Я вот соглашусь. Ну как это, регулятор не может не поддержать другого регулятора. Пожалуйста, подойди сюда, микрофон там. Поэтому соглашусь в случае, что называется, в случае жизни. Прохожу, ехал в командировку, уже не помню, честно говоря, какая страна была, но особенность пропускного пункта была в том, что там снимают радужку глаз. И я этот замечательный пункт прошел, наверное, раза с пятого, потому что она никак не могла поймать. Где же эта моя радужка глаз-то такая? А дело было, конечно, прилетели рано утром, что-то там часов в пять утра. Надо было умыться, да? Наверное, вот тут уже не я нервничал, тут уже пограничник нервничал, потому что он все думал, блин, а когда же он пройдет? Вот, поэтому фактор, наверное, идентификации, вот как вот Лисий Геннадьевич говорит, он, наверное, может и присутствовал, но какой-то очень своеобразный. Поэтому я тут поддержу, собственно. Я просто еще хочу добавить, вот я вчера, так сказать, об этом говорил, вот этот, так сказать, эффект, баллонский эффект, да, когда я говорю, что криптография, она не конкретно человека. Когда, если вы некорректно организуете процедуру снятия биометрических данных, то можно смикшировать две фотографии, да, двух разных людей, и через, с помощью одного паспорта, с помощью криптографии всей, два человека будут проходить совершенно спокойно через один пункт пропуска. Давайте спросим. Это факт, просто это клинический факт. Такой случай просто есть в истории. Нет, нет, давайте первый вопрос дадим из зала, Артем Михайлович, а потом между собой опять будем говорить. Да, Владимир Михайлович, я как раз хотел подтвердить то, что вы говорите, как раз когда комиссия Евросоюза оценивала нашу биометричную систему, они очень положительно оценивали то, что сбор у нас происходит только в отделениях ФМС, ну, ФМС тогда, теперь МВД, потому что вот этот баллонский эффект невозможно, значит, подточнивать свою... Уверяю вас, мы бы вам не согласовывали. Мы другой бы вариант не согласовывали, 100%. А еще там по поводу защиты загранпаспорта. На самом деле там же есть чип authentication, и у каждой микросхемы есть свой ключ, который зашивается в момент ее персонализации в госзнаке, и, собственно, уже открытый ключ подписан ключом Российской Федерации. То есть, фактически там есть протокол аутентификации чипа для защиты от копирования. То есть, это уникальный экземпляр паспорта, просто хотел сказать. Спасибо. То есть, это было выполнение... Это ключ страны, опять еще раз. Нет, 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 это ключ микросхемы. Вот так вот легко и непринужденно мы открываем с важной секреты. Микрофон передайте, пожалуйста. Это международный стандарт. Микрофон передайте для вопроса, если нетрудно. Коллеги, опять я задаю вопрос. Андрей Федорец, Одессистемс Компания. Хотелось бы все-таки немножко в разрез текущей тематики дискуссии задать вопрос про единобиометрическую систему, потому что очень уж специфический набор экспертов сидит, которые в следующем году мы только соберем в одном месте, в одно время. Поэтому очень хочется задать вопрос. Есть у нас Валентинка, МР, от 14.02. Соответственно, вопрос. Понятно, что это рекомендация, но все понимают, присутствующие в зале, что методическая рекомендация от Центрального банка глупо не выполнить. Поэтому считаем, что в общем надо. Пункт 2.1.7 МР рекомендует использовать у операторов УКЭП. Все присутствующие в зале сотрудники информационных подразделений банков представляют, что выдача УКЭПа, продление УКЭПа, отзыв УКЭПа – это процедура, которую, конечно, можно завязать на доверенности, и чтобы один специалист банка ходил к операционистам, ну, там, с ключами занимался, да? Но это, ну, как бы тоже странноватая штука. Нет ли возможности данный пункт в каком-то другом документе указать, что читать пункт 2.1.7 таким образом, что? И все-таки не УКЭП, а вот букву КЭП на НЭ позамизнить. Понятно. Вы так аккуратно задаете вопрос. Я прям восхищаюсь. Ну да, Центральный банк действительно любит своих подназорных, поэтому 14 февраля выпустил Валентинку. Как по-другому, да? На самом деле, если внимательно читать формулировку, которая в этом документе есть, она говорит просто о чем? О том, что было пожелание со стороны Федеральной службы безопасности, что неплохо было бы на этапе сбора биометрических данных, там, где есть, собственно, оператор, еще и добавить дополнительный фактор. Это соответствует, кстати, тому слайду, который там был. Мы не против этого абсолютно, но если вы почитаете внимательно, это там написано, что если банк желает усилить эту тему, он может, но не более того. То есть мы и, собственно, коллеги из ФСБ, они не настаивают на эту тему, и история этого, собственно, пункта, она уходит своими корнями еще в предыдущее правительство. На эту тему было отдельное совещание у первого вице-премьера, тогда это, соответственно, был Шувалов, и где это вопрос отдельно очень внимательно обсуждался. Там были действительно для уважаемого руководителя разложены все риски, которые были характерны на тот момент и которые, собственно, и сейчас актуальны на тот момент для именно этого участка сбора биометрических данных. И тогда, собственно, было принято решение, коллеги из ФСБ это тоже на том совещании подтвердили, что да, они согласны, что такого уж принципиального риска на этапе сбора нет, потому что идентификация оператора, она, собственно, подтверждается иными другими факторами. Но, тем не менее, мы же, как я же уже говорю, один регулятор не может не поддержать другого регулятора. И мы, естественно, их пожелания оставили. Но, еще раз, читайте внимательно, это совсем не обязательно, а очень сильное желание вас, точнее не вас, а ваших клиентов, как банка, если они готовы это реализовать. Артем Михайлович, прежде чем из зала будут следующие вопросы, у меня к вам вопрос. Хорошо, вы считаете, что риски минимальные, но у меня вопрос. А может ли в пункте сбора ответственный сотрудник заменить фотоаппарат, заменить микрофон, то есть аутентифицировано ли оборудование, с помощью которого снимаются биометрические образцы? Атарировано ли оно, сертифицировано ли оно, какие требования? У нас есть представитель, собственно, Ростелекома, который, в принципе, на этот вопрос, скорее всего, ответит. Я отвечу, но я, все-таки, хотел бы дать возможность Ростелекому на него поотвечать. Отлично. Да, коллеги, на самом деле существует 321 приказ Минкомсвязи, в котором определено, какое оборудование должно использоваться. Аутентификация оборудования, ну, такой процедуры не существует. Да, совершенно верно, но само оборудование, оно проходит соответствующую комиссию, вот, о котором коллеги сказали, и оборудование должно соответствовать каким-то критериям, которые в этом 321 приказе указаны. Ну, приказы-то все читали, это понятно. Ну, теперь, теперь, сейчас, сейчас, добавлю, добавлю. Если можно, я добавлю коллег из Ростелекома, поскольку мы знакомы достаточно давно, я с самого начала на этом проекте, и тема достаточно давно обсуждалась, мы забываем про один фактор, что все оборудование находится внутри банковского контура. Соответственно, у нас есть защита банковских рабочих мест, операционистов, и замена оборудования, любого оборудования на этом рабочем месте отслеживается, и, соответственно, появляются алерты и все остальное. Таким образом, мы избегаем возможности подмены какого-то оборудования. Спасибо. Вопросы есть из зала? Пожалуйста, дайте микрофон. Коротко, если можно, формулируйте вопрос. Хорошо. Пункт 2.1.3. Методические рекомендации. Рекомендуется применять средства защиты информации на участке сбора биометических персональных данных. К ним относятся средства защиты от НСД. Вопросов нет. Вредон есть и вредонностного года. Вопросов нет. Средства межсетевого экранирования. Хорошо, вопросов нет. А вот средства системы обнаружения вторжений компьютерных атак. Можно еще уточнить? Эти средства обнаружения вторжений компьютерных атак, они должны находиться непосредственно физически на этом участке сбора, изолированных? Дополнительный офис, к примеру. Или они могут централизованно быть размещенными в голове? У меня там есть целая презентация. Давайте ее поставим. Можно, да. Я по ней проходить не буду. Она будет доступна, соответственно, на сайте мероприятия. Но пару слайдов я из нее покажу. Вот вопрос, который вы задали, это приблизительно из той же самой оперы. На самом деле мы перечислили в МРКе, в Валентинке, только исключительно то, что должно быть сделано в том контуре, который обслуживает защиту вокруг ХСМ. Да, это важная вещь. Как вы будете это реализовывать, поверьте, это точно не задача центрального банка определять. Вот можно там слайдик, да? Вот следующий. Еще один. Вот, вот. Вот мне очень нравится этот вопрос. Вот я вот, когда его читал, я очень долго думал, а почему он пришел к центральному банку? И вообще, когда человек его писал, он вообще, он кто? Он безопасник, небезопасник? Он вообще как вот, как в мозгах у специалиста по информационной безопасности, повернулся. А зачем тогда этот вопрос вывели на экран? Сейчас, сейчас, сейчас. Я просто почему? Потому что вот таких вот вопросов, на самом деле, там процентов 90. Это к вопросу о том, как мы вообще, как безопасники, пытаемся решить свою задачу. Я понимаю, что первое желание у нас с вами, это сказать, ребята, это невозможно. Вы мне скажите, вот мне принесите техническое задание, принесите технический проект, я в нем там посмотрю, расскажу, где вы не правы, а потом вы пойдете исправлять. Когда нас спрашивают, что, ребят, есть задача и надо ее сделать, у нас возникает, естественно, первое желание как-то вот подальше от этого отойти. Вот вопросы, которые пришли со стороны банков, они приблизительно все из этой серии. И вот еще раз, как вы будете делать внутри этого банка, я вам, как центральный банк, не отвечу, потому что я не знаю вашей инфраструктуры и никогда ее не узнаю. Ну, точнее, не так. Я ее узнаю, но тогда, когда я туда приду с проверкой и выясню, что у вас, соответственно, не соответствуют требования, установленные нормативным документом Банка России и с точки зрения управления, и с точки зрения реализации. Хотите? Нет вопросов. Вот у меня есть возможность там, соответственно, такую проверку организовать. Не хочу, честно сказать, не хочу, потому что у меня нету задачи вас наказывать. У меня есть задача, чтобы у нас все финансовые организации все-таки имели определенный уровень обеспечения безопасности. Вот еще раз, вы задали очень интересный вопрос, но он относится к компетенции исключительно ваши. Как вы посчитаете возможным? Хотите использовать решения, которые есть у вас внутри? Используйте. Вот классы средств защиты мы определили. Если ваши средства защиты соответствуют тому классу, который указан в МРКе, вообще не вопрос. Реализуйте. Но я вас призываю, коллеги, не надо задавать таких вот идиотских, извините, вопросов. Так, стоп, 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 Артем Михайлович, вы запугаете сейчас аудиторию, сорвете. Я ответственный за этот круглый стол, и никто не будет задавать вопросы, потому что вы можете квалифицировать их как идиотские. Это неправильно, это несправедливо, извините, пожалуйста. Артем Михайлович, если можно... Прежде чем будет следующий вопрос, вот... Если можно, пару слов. Коллеги, ты можно дополнивать в части, собственно, Артема Михайловича. Значит, есть рекомендации, а есть процедура согласования с ФСБ России, ТЗС, стемных проектов. Вчера Владимир Михайлович Постов, собственно, упомянул, что есть две согласованные бумаги на решение, одна для частного банка, одна как типовое решение. И, в общем-то, схема, которая была согласована, была там в публикациях уже придавлена, поэтому здесь секрета не будет, что в этих случаях те средства защиты информации, которые в этих случаях соответствуют рекомендациям от 14 февраля, они размещены на стороне центрального офиса. И на стороне центрального офиса обеспечивается защитами шестивым экраном того оборудования, что находится в офисе банка центрального ХСМ и того адаптера, что с ним связан, средства обнаружения, так и так далее. То есть, вот с одной стороны, я полностью здесь поддерживаю, что все-таки рекомендации центрального банка – это рекомендации, а не порядок использования в третьем банке. С другой стороны, конкретный опыт согласования конкретных двух бумаг по решениям с ФСБ России пока полностью соответствует именно такой идеологии, что классы именно эти и располагаются на стороне центрального офиса, если отвечать на ваш вопрос. Спасибо большое за ответ. Коллеги, давайте еще вопросы из зала. Артем Михайлович, просто я, наверное, поясню позицию банков. Да, вопросы бывают идиотские, вопросы бывают и в главе складываются, настолько непонятные и настолько хочется расспросить все досконально. Просто мы все смотрим на действующее законодательство, в том числе, например, закон об информации, информационных технологиях. И там четко сказано, что контроль и надзор за выполнением банками организационных технических мер по обеспечению безопасности при использовании единой биометрической системы осуществляется с центральным банком. Поэтому то, что мы от вас жаждем получить, это каких-то указаний. Именно не рекомендации, а указаний для того, чтобы всем построить единую систему, которая абсолютно соответствовала бы тому, что вы от нас хотите видеть и слышать. Ну, смотрите, указания вы от нас получили, да, вот есть методические рекомендации, там написано, делай раз, два, три. Вот еще раз, делай раз, два, три. Дальше возникает очень интересная ситуация. Каждый раз, когда мы встречаемся с банками, нас всегда как-то нам в упрек ставят, что, ребят, у нас же свой бизнес, у нас своя техническая политика, мы принимаем свои там какие-то технические меры. Да, действительно так, мы против этого никаким образом не вообще не возражаем, это нормально, и мы не должны влезать в операционную деятельность банков. Но мы, поскольку мы же как бы действуем все-таки в правовом поле и действуем в рамках регулирования, которые не только на нашей стороне, но и на стороне двух других уважаемых регуляторов, это СТЭК и ФСБ, мы говорим, ребят, да, есть класс, есть вообще средства защиты, которые по регулированию наших коллег относятся к тому или иному классу. Дальше вы вольны в рамках номенклатуры, которая есть, выбирать то, что вам угодно. Я не знаю, какого производителя вы выберете, и Центральный банк не должен это знать, это не его дело, но важно, чтобы этот производитель соответствовал тому, что написано, скажем, в реестре на сайте Федеральной службы по техническому экспортному контролю, чтобы средства криптографической защиты, которые вы используете, соответствовало тому сертификату, который выдала Федеральная служба безопасности. Вот что нас как бы интересует. А как вы их выбираете, есть у вас технологический комитет, или вы принимаете решения каким-то вольтарийским способом. Не знаю, это вопрос вашей внутренней политики и исключительно дело ваше. Но мы, еще раз говорю, в МРКе мы сказали, да, ребят, делайте раз, два, три. Если вы это сделаете, применяйте средства защиты такого класса, то у вас, соответственно, будет все хорошо. Вот, собственно, о чем речь. Спасибо большое, Артем Михайлович. Так, коллеги, вот, я обращаюсь к залу. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть вопросы, чтобы я мог понять, сколько мне времени одна рука. Один вопрос. Отлично. Пожалуйста, значит, вопрос, формулируйте только почетче, чтобы можно было, значит, на него кому-то из экспертов ответить. А может быть и всем. Хорошо. Начали разбирать вопрос с установкой ХСМ в нашем банке. Начали читать документацию на ХСМ. Я понимаю, что для регионального банка это может быть нетипично. Но в документации на ХСМ написано контролируемая зона радиусом не менее, минимально, по-моему, 5,4 метра. Отдельный контур заземления. Фильтры для предотвращения утечек по побочным электромагнитным излучениям по цепям питания. Провода ближе с 30 метров не протягивать. Подключаться только оптикой. Может, нам как-то угрозы по ПМИН для ЕБС, для региональных банков признать не очень актуальными. И это как-то централизованно сделать, чтобы не каждый банк ФСБ объевал пороги. Потому что для региональных банков выполнить все эти требования, это очень весело. Понятно. По заземлению вы требования по другому оборудованию все равно выполняете. Иначе у вас пожароопасность будет совершенно другого типа. Смотрите, мы, если внимательно читали Валентинку, то там есть три варианта, собственно, похода в сторону ЕБС. Вариант первый. Вы делаете собственное решение. Опять же, там, как это, для прессы. Центральный банк не комментирует банки, но в этом случае будет комментировать не банк, он будет комментировать результаты деятельности по конкретному проекту. В сторону единого решения пошел Тиньков. Не сказать, что это был прям вот такой вот простой путь. И да, мы к этому процессу тоже подключались. Мы говорили с коллегами из восьмого центра, убеждали их тоже в некоторых вещах, но тем не менее они по этому пути прошли. Есть, собственно, решения, которые они отработали, отработали в этой части вместе, соответственно, с CryptoPro, за что им большое спасибо. Значит, они действительно там сделали очень много. Второй вариант. Это типовое решение, которое предлагает на сегодняшний день это типовое решение от одного единственного, соответственно, вендора, но в походе к этому типовому решению мы еще знаем два, как минимум. Правильно, да? Да. И я, насколько помню, у нас было на предыдущей секции еще, соответственно, презентация там пару компаний, которые готовы пойти в этот поход. Рынок, это как бы не для прессы, не для банков, для компаний, которые услуги предоставляют. Рынок, в принципе, емкий, да? У нас пока 400 с лишним банков плюс… Пока еще 400 с лишним, да. Плюс еще у нас, соответственно, планы там достаточно большие на другие сегменты рынка. Так что я считаю, что для рынка информационной безопасности Центральный банк вместе с ФСБ сделали вообще просто сказочный подарок. Есть куда развиваться, есть, собственно, чем, понимаешь, бизнес себе обеспечить. Да, в том числе. Есть третий вариант – это облачное решение. Здесь тоже в поход отправились несколько компаний. Оно немножко сложнее, чем нам с вами кажется. Требования, которые заложены для облачного решения, они заложены в том числе и в законопроект по изменению 63-го ФСБ. И, скорее всего, ну, наверное, Володь Простов там скажет поподробнее, но я ожидаю, что до момента, когда 63-й ФСБ выйдет, мы пока облачного решения можем не дождаться. Ну, во всяком случае, согласование со стороны ФСБ. Вот. Поэтому у вас есть вариант работать по трем решениям. Если у вас есть, если вы есть желание пойти в собственное решение, Центральный банк вам поможет. Да, он поможет не написать вам бумаги и не там какие-то железяки принести. Но в коммуникациях с коллегами из ФСБ мы вам поможем. Это в наших интересах и в наших полномочиях. Точно так же, как мы это делали, соответственно, с ФСБ. Там, какого лицензиата для того, чтобы это сделать, вы выберете. Это ваше право. Там нет вопросов. Если вы заинтересуетесь вторым вариантом, опять же, пожалуйста, перечень компаний есть. Выбирайте решение и вперед. Если позволите, я Артем Михайловича дополню. Коллеги, мы так много обсуждаем электронную подпись, и то, что квалифицированная электронная подпись, наверное, в том виде, который есть сейчас, недостаточно оптимальный вариант. Мы все-таки полагаем, что действительно сейчас это рекомендации, действительно рекомендации о том, как сделать процесс лучше. Но мы полагаем, что когда у нас, собственно, будет приняты те самые изменения, 63 закон, ситуация поправится, клиентские пути, наверное, в целом, работа банков с единой биометрической системой и с другими сервисами, которые требуют подписания и заверения информации, станет значительно проще. У нас уже не будет вот этого ярко выраженного носителя, который надо будет куда-то засунуть. Конечно, действительно, этот процесс сделает таким достаточно бесшованным и достаточно оптимальным для большого количества устройств, с которых можно собирать эту биометрию и, собственно, идентифицировать и аутентифицировать лицо, которое ее передает в биометрическую систему. И, наверное, я бы хотел добавить, что все те требования, которые мы сейчас предусмотрели для единой биометрической системы, все, что вы сейчас делаете в части информационной безопасности. Действительно, это непростые требования. Действительно, они требуют от вас, в том числе, где-то существенной перестройки бизнес-процессов внутри банка. Но мы все-таки полагаем и, наверное, действительно оптимальный и понятный и справедливый процесс, когда требования по информационной безопасности равнопрочны и равнозначны для всех биометрических информационных систем. Не только для единой биометрической системы, но и для биометрических системов банков. Поэтому мы сейчас уже прорабатываем предложение для того, чтобы унифицировать и сделать, скажем так, единые требования для всех процедур, связанных со сбором биометрических данных, как в собственной биометрической системе банка, так и в единую биометрическую систему. Так что то, что вы сейчас делаете, будет применимо в том числе и в рамках тех внутренних процессов и той биометрии, с которой вы работаете самостоятельно внутри банка. Спасибо большое. Но мне бы хотелось все-таки, чтобы зал был включен в процесс. Вот у меня к залу… Алексей Геннадьевич, а можно я чуть-чуть попрошу все-таки, пускай представитель Криптопро расскажет два, там, три шага, которые надо сделать банком. Они же просто… Прошли, Михайлович, все правильно, но у нас времени не так много. Я, безусловно, Станиславу предоставлю слово. Я хочу просто задать залу два элементарных вопроса. Значит, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот здесь присутствуют квалифицированные люди, которые отвечают за безопасность в банке. Кто из вас полностью доверяет, то есть вот уровень доверия самый высокий, текущему состоянию единой биометрической системы, процессу сдачи и употребления ваших персональных биометрических данных. Именно ваших. Вот вы за себя можете сейчас проголосовать? Съемки нет, не ведется, не бойтесь. Поднимайте руки, Артем Михайлович закроет глаза. Кто из вас доверяет полностью ЕБС и готов сдать свои биометрические данные сегодня? Я уже сдал. Можно просто спросить, кто сдал? Да. Да. Можно, коллеги, можно вот вопрос в этом, вот именно в продолжение вот этого, Алексей, очень важный вопрос, правда, честное слово. Пожалуйста, задавайте. Да. Значит, вопрос такой. Сейчас все банки, которые принимают биометрические образцы, делают это, не исполняя требования, какие бы то ни было по информационной безопасности. Вопрос. Вот, собственно, опять же, исходя из того, что все тут сидят, да, регуляторы, не придется ли пересдавать? И будет ли этим добросам, которые уже сдали, такое же доверие, которое должно быть? Пересдача неизбежна. Ну как, экзамен, да. Это через три года, понятно. Вы же не на пятерку сдали. Не, не, я имею в виду, что вот это самое, что участок КВшной подписи там нету, там. Значит, коллеги, вот я присутствую, стараюсь присутствовать на всех мероприятиях, которые посвящены едино-биометрической семье, на всех удается, но два месяца назад еще, статистика была такая, 90 процентов образцов были сданы сотрудниками Ростелекома, банков, так далее, клиентов, ну, было в районе 10 процентов. Вот. Я надеюсь, что ситуация изменилась к лучшему, но пока это было так. Я увидел, что процентов 10 вот и подняли руки весь присутствующих в зале. Оно, в общем, согласуется. Второй у меня вопрос. Кто из вас, вот сидящих здесь, уважаемых сотрудников, защищающих информацию, доверяет облачной подписи. Поднимите, пожалуйста, руки. Ну, президиум весь, а так тоже процентов 10 где-то, да. Вот. Коллеги, ну просто это вот поработать чуть-чуть физически, перед тем, как я предоставлю Станиславу, смышляя его слово. На самом деле это неудивительно, это действительно так, и мы как безопасники все-таки должны понимать, а какие средства защиты используются для в ЕБС, для именно персональных данных биометрических, шифруются они или не шифруются. Вот хотелось бы, Станислав, чтобы вы это пояснили. Пожалуйста. Спасибо большое. Я единственное, к сожалению, все-таки должен продолжить предыдущий ответ, потому что он был очень конкретно задан насчет того, вопрос был задан насчет того, как использовать ХСМы банкам, которые не могут позволить себе контролируемую зону. И вот продолжить ответ Артема Михайловича, я рискну предположить, что все же согласование как минимум одного из двух системных проектов по облачному варианту реализации варианта из 4МР. Возможно, до изменений в шатрифе, потому что все-таки это совершенно другой способ использования электронной подписи, это конкретное предназначение. И главное, что оно не связано с теми изменениями, которые связаны не с облачной подписью, а вообще говоря, с регулированием того, как оператор облачной подписи несет ответственность. Здесь эти вопросы не возникают в целом. И задержка, связанная с теми или иными трудностями в инфраструктуре, которая возникает в облачном варианте использования оборудования для сбора данных для ЕБС, она вынуждена из-за того, что вопросов больше, вопросы более трудные. Я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие месяцы уже три варианта у банков будет, как использовать. И самостоятельное идти, и типовое решение, которое сейчас согласовано есть в уровне телекома, и облачное решение. Спасибо, Станислав. А как все-таки с данными в ЕБС? Шифруются они или не шифруются? В зашифрованном виде хранятся или в открытом? Значит, я отвечу про ту часть, про тот сегмент, где мы и разбирались, и участвовали, и обсуждали. Это вопрос, это тракты сбора данных, это тракты передачи данных на хранение. Это, и, что очень важно, тракт прохождения данных при удаленной аутентификации. Но там же всегда только целостность, требования. Мы все же видели. А вопрос задан конкретно. Зашифрованном видели, не зашифрованном кладутся в базу? В части хранения в базе, не смотрел, не видел, комментировать не могу, в части передачи все каналы шифрованы по требованиям, и в тех решениях, которые согласованы, есть конкретные средства и шифрования, и метод защиты, которые применяться обязаны, и будут в тех решениях, которые будут согласованы. Спасибо. Но поскольку в зале рук я не вижу, значит, хотелось бы дать возможность выступить всем, кто эксперты есть. Один вопрос. Для чего шифровать биометрические шаблоны, которые находятся в базе данных? Отвечаю на вопрос, потому что неизбежно будут продаваться. Вопрос, когда и в каких количествах. Мировой опыт говорит, что неизбежно будут продаваться эти данные. И что с ними делать? А вообще-то говоря, международные стандарты говорят, прежде чем что-то класть в базу, надо хранить. Любые пересданные. Любые. Это биометрические шаблоны, это математическая модель того биометрического образца, фотографии или чего-то. Я прекрасно знаю, о чем вы говорите. Бинарники. Соответственно, то, что хранится в базе данных, это можно как-то скомпрометировать другим способом, но использовать это нельзя, тем более без той финальной системы, на которой все это было просчитано и развернуто. Можно я добавлю немножко? Действительно очень важно поговорить о том, насколько безопасно хранение в той или иной системе. Мы когда создавали вот такой механизм, мы его разделили на две части. То есть мы разделили ту часть, которая связана с статичными персональными данными, фамилиями, отчества, паспортные данные с НИЛС, и мы оставили этот кусок за ИСИ, и хранение только внутри ИСИ, и отдельно выделили хранение биометрических персональных данных. Связка у них идет по технологическому идентификатору, поэтому получив доступ к биометрической системе, ну, наверное, вы можете получить доступ к фотографии или к образцу голоса без привязки к конкретному человеку. То есть вы его никогда не идентифицируете. Это обезличенные данные. И раз уж я затронул ИСИ, вы задавали вот до того, где такой вопрос провокационный. Кто отвечает? Смотрите, значит, вы действительно правы, и сейчас действительно так выстроен процесс, что данные, которые хранятся в ИСИ, если они изменяются, они заносятся туда человеком. Но для того, чтобы они были верифицированы в системе, они обязаны, эта обязанность, она установлена в соответствии с теми подзаконными актами, которые выпущены в исполнении 149 закона и двух постановлений ИСИ, они обязаны быть подтвержденными у госисточника, владельца этих данных. В основном это паспортные данные, наиболее часто меняемые. СНИЛС, уникальный идентификатор, не меняется. Вот ФИО и паспортные данные, их туда можно положить, но верифицированные и подтвержденные, они становятся после того, как пройдут проверку в МВД. Поэтому все данные, которые хранятся в ИСИ, вот набор от ФИО, дата рождения, паспортных данных и СНИЛС является подтвержденным. При получении данных оттуда, разумеется, оператор информационной системы несет ответственность за те данные, которые он передает. Действительно, в целевом процессе, это очень важно, и мы все время об этом говорим и все время подталкиваем и стимулируем активность коллег из тех органов, которые являются ключевыми, в первую очередь это МВД, чтобы все-таки в случае изменения паспортных данных эти паспортные данные автоматически обновлялись в ИСИ. Есть такое требование закона, это действительно крайне важно для любого процесса. Не для того, чтобы ИСИ все время забирал оттуда, не для того, чтобы бедный человек все время их подтверждал, или в случае их изменения, а чтобы он точно знал, что все, что он туда положил, актуально на тот момент времени, когда они изменились. Вот это целевые процессы, вот к нему мы объективно должны прийти. Так что МВД отвечает фактически за достоверность данных, да? Получается так? То есть, если что, претензии предъявлять к МВД? В случае, если данные... Да, если данные не будут соответствовать. Если данные не соответствуют, да, первоисточник данных является то ведомство, которое, собственно, их собирает и актуализирует. Смотрите, Иван, у нас, если вы зайдете на сайт МВД, официальные данные. Сколько у нас недействительных паспортов? Можете ответить на этот вопрос? Больше полутора миллионов. А как эта база обновляется? Ну, в общем, вопрос... Алексей, во-первых, в ИСИ хранится информация не из одного МВД, а из разных министерств. И каждое министерство отвечает за свой кусок, за свой участок. Это первое. Что касается паспортов и всего остального, как раз, насколько я помню, в этом году планируется большая реорганизация по базе данных паспортов с проверкой валидности всех паспортов, чтобы ИСИ уже отдавала именно валидный ответ. Ну, спасибо. Есть еще вопросы, граждане? Вот вопрос задавали... Давайте Ростелеком послушаем про то, что там все-таки в базе-то делается. У нас время-то уже вышло. Давайте-то отгоримся, что еще полчаса и все, например. Потому что мы можем, я чувствую, до ночи здесь сидеть. Давайте вопросы с зала и потом Ростелекому слово. Вопрос, Артем Михайлович. Сколько времени банки могут ждать еще альтернативных от Ростелекома типовых решений? То есть ожидается ли смещение сроков по выполнению обязанностей по обеспечению информационной безопасности в головном банке? Нет, никаких смещений сроков не будет. И пока сроки уже установлены и, соответственно, законом, и нашими дополнительными письмами. Других смещений сроков не будет. Вам надо, собственно, к работе приступать уже вчера. И если этого не сделали, то прямо возвращаясь с Уральского форума, к этому приступайте. Вперед. Смещать мы ничего не будем. Единственное, вы можете просто простимулировать компании, с которыми вы работаете, на то, чтобы они вам решение какое-то предложили. Все. Это вот единственное, что можно сделать. А так, еще раз, вот реально два пути. Либо сами, либо берите типовые решения. Типовые решения есть. Сейчас как минимум одно уже согласованное и одно на подходе. Еще одно готовится. Поэтому тут как вот так. Хорошо. Еще один маленький вопрос из зала. И, значит, слово Ростелекому. Можно еще уточнить? От поставщика решений требовать протоколирования действий сотрудников по Скобелкину или по Медведеву? Потому что есть методические рекомендации Валентин, ну, 14 февраля и есть постановление правительства номер 747 от 29 июня 2018 года. А чем они противоречат друг другу? Ничем. Значит, и по этим требованиям, и по этим? Не, не, не. Там протоколирование не противоречит ни одно, ни другому. Это точно. Они выверены между собой. Не, ну, то, что у нас документация, она пока страдает, ну, это понятно. Но единственное, с чего бы хотелось, чтобы все-таки наши изменения, они не приводили к сильному ухудшению безопасности. Потому что стремление цифровизировать и упростить и облегчить жизнь пользователям, при этом у них, кстати, не спрашивали об этом. Это, конечно, очень хорошо, но при этом хотелось бы, чтобы вопросы безопасности сильно не страдали. Слово Ростелекома. Пожалуйста. Вы же просили, Артем Михайлович, чтобы я не зажимал. Вот, пожалуйста, слово. Здравствуйте, коллеги. Алексей, вопрос был по поводу шифрования данных в базе, внутри ядра, я так понимаю, да, то есть шифрования и там контроля целостности. У нас есть перечень угроз 4859, в котором сказано, что мы должны обеспечить шифрование образцов и контроль целостности биометрических шаблонов с использованием средств защиты класса КВ, ну, класса КВ, там, КВ-2. Мы на самом деле со своей стороны это уже делаем в системе. У нас были вопросы, связанные с окружением, окружением как раз, в котором должно работать ХСМ и класса КВ-2. И мы хотели это все объединить с требованиями, вот там, системного проекта и согласовать единый подход. Сейчас у нас получилась история, что одновременно вышли и методические рекомендации, мы согласовали наш там системный проект как типовое решение, и то есть мы сейчас в процессе там внутренней уже доработки решения, то есть чтобы оно было полностью, ну, то есть полностью соответствовало всем требованиям внутри, да, то есть, но при этом у нас уже есть шифрование образцов, там, перешифрование образцов и контроль целостности биометрических шаблонов. Зачем мы все это делали? С точки зрения кражи, да, там, образцов, да, такая ситуация там возможно, но она возможно в массе своей, ну, то есть если кто-то украдет базу всю, да, то есть и попробует с этой базой что-то сделать. Мы это учитываем, поэтому все образцы шифрованы. С точки зрения контроля шаблонов, теоретически есть возможность, что кто-то попробует подменить шаблон и так далее, то есть мы эту историю тоже учитываем, то есть учитываем и в процессах обработки, и в процессах хранения внутри ядра. Я надеюсь, я ответил. Спасибо большое за ответ, но я своей, я никому не хочу навязывать, но я как вот эксперт пока очень бы не хотел сдавать свои биометрические данные, потому что я не уверен, что, значит, не будет утечки и что у нас вот супер все защищено, простите, но вот у меня такое уверенность, но я не хочу навязывать никому свое личное мнение. Алексей, разрешите, я добавлю, на самом деле, в дополнение к тому, с чего, собственно, начали, к тому хочется немножечко тоже вернуться. Вот вы совершенно правильные тезисы привели, которые в различных международных документах фигурируют, но многие из этих тезисов, во-первых, были вырваны из контекста, во-первых, во-вторых, многие из этих тезисов, они выполняются в единой биометрической системе, и вот Артем Михайлович как раз прошелся по некоторым тезисам и акцентировал на этом внимание. В-третьих, что касается биометрии как таковой, ну сейчас уровень точности биометрии, он за последние пять лет с появлением нейронных сетей, он уже достиг довольно большого прогресса. Об этом тоже хочется сказать, это тоже обязательно надо учитывать, потому что система сейчас сработает с очень высокой точностью, и коллеги из Минкомсвязи установили достаточно высокие пороги, которые мы должны соблюдать при подтверждении соответствия предъявленного образца биометрическому контрольному шаблону. Но самое главное, на мой взгляд, это вот сейчас общий такой мировой тренд, куда все движется, потому что все понимают, что ну окей, да, биометрия есть, биометрия работает, но сейчас больший акцент смещается в сторону того, что насколько можно доверять не биометрии и ее точности, сколько тому, как эта биометрия предъявляется на тот сенсор, где будет проходить аутентификация. Это как раз вопрос lifeness detection или антиспуфинг, как его еще называют, или как он теперь правильно называется, presentation attack detection. То есть очень многие как раз сейчас в эту сторону смещаются, потому что можно поставить железобетонную дверь и криптозащиту обеспечить, но при этом если можно будет показать айпад с фотографией и пройти аутентификацию, никому такая система будет не нужна. И в единой биометрической системе и этот тоже вопрос решен, потому что там используется сразу несколько алгоритмов детектирования презентационных атак и, ну на мой взгляд, уровень доверия тот, который есть сейчас к тому, что было сделано, он достаточно высокий. Ну вот какой он достаточно высокий. Вот коллега, мне бы не хотелось опускаться здесь вот к возражениям, по каждому пункту я бы привел их. Ну давайте мы в общем и в целом посмотрим. Ведь целые страны отказываются от биометрии. Германия сейчас, значит, Нигерия, многие страны, Малайзия, вы же сами приводили, Артем Михайлович, и так далее. А мы говорим, нет, вы знаете, это надо, причем единую биометрическую систему. А может быть, нужно было распределенную систему строить? Но ведь не совсем же правда. На самом деле, наоборот, как раз тренд общемировой в том, что если раньше биометрию использовали только силовые структуры в своих целях, то сейчас как раз биометрия коммерциализируется и становится общедоступной. Все правильно, но ее используют очень даже аккуратно. Вот об этом идет речь. Только об этом. Алексей Геннадьевич, я приводил пример Малайзии именно потому, что там используется один единственный фактор. У нас их используется два. У нас два фактора. фактора, которые совершенно не связаны между собой. Данные-то разные. Во-первых, они связаны. Во-вторых, они используются не сами по себе, а в совокупности с тем, что находится в ЕСИА. А ЕСИА тоже не используется сама по себе, а используется еще и с тем фактором аутентификации, который есть у личного пользователя. Поэтому, конечно, если смотреть в такой вот супер-теории, это знаете, мы же на Уральском форуме. У нас на Уральском форуме есть там много всяких легенд. Я напомню одну из них. Это когда, я, честно говоря, просто не помню, какой год, но вот здесь вот на трибуне выступал Андрей Петрович Курила и, рассказывая о вероятности и рисках, сказал, ну, мы же с вами все понимаем, что есть вероятность падения метеорита. Есть, но она нулевая. Что произошло на следующий день? А на следующий день упал Челябинский метеорит. Вот, собственно, с хищением, точнее, с атаками на биометрию приблизительно та же самая история. Она может быть, да, может быть, никто не спорит, что вероятность такая есть. Но уникальность этого проекта заключается в том, что в нем сосредоточилась мысль сразу нескольких, мало того, что технических ветвей – это и безопасность, и информатизация, и бизнес-заказчик в Центральном банке, это безопасность и информатизация в Ростелекоме, и это техническая мысль, причем двух направлений в Федеральной службе безопасности. Когда в совокупности вот эта вот вся техническая мысль собралась вместе и обсуждала различные варианты, потому что, поверьте, мы тоже там не семи пядей во лбу, чтобы сказать, что вот полный спектр услуг, в смысле рисков мы увидели. И точно так же, как бы ФСБ. Но когда мы вместе, собственно, собрались, когда к этому еще там Минкомс связь подключилась, вот здесь вот появилась очень интересная синергия того, что в конечном итоге мы получили. Действительно, Ростелеком видит, когда они реализовывали механизмы по идентификации, какие атаки могли быть на образцы, какие атаки могли быть на, собственно, систему идентификации. Мы со своей стороны видели, что делается в банках, как это работает в банках, почему туда не надо вставлять, например, там дополнительные УКЭПы и все остальное. И коллеги с ФСБ видели, как это смотрится на государственном уровне. Поэтому могу сказать, что в большей части риски, которые могли быть для этой системы, вот с учетом всех этих обсуждений, сейчас предусмотрены. Возможно, чего-то мы не предусмотрели, но это уже выяснится в результате эксплуатации. И для этого есть система мониторинга и в Ростелекоме, и будет система мониторинга в Центральном банке. И, естественно, мы на постоянной связи с коллегами из ФСБ. Очевидно, что если такая проблема выявится, то мы можем быстро купировать и быстро принять решение, как это исправить. Спасибо, Артем Михайлович. Я бы просил не делать из меня монстры и противника биометрии. Я за биометрию. Но просто надо понимать, естественные, во-первых, ограничения каждого метода. Во-вторых, надо понимать, а что нам приносит технические реализации. Абсолютной защиты не бывает. Это все знают. Сто процентов никто и не дает гарантий. Но какие-то гарантии должны быть. И для того, чтобы уровень доверия повысить вновь создаваемой системе, нужно честно и открыто рассказывать, о какими средствами это все реализовано. Если уважаемый восьмой центр ФСБ согласовал, то надо понимать, на соответствии, каким функциям безопасности, каким требованиям это было одобрено и сертифицировано. То есть уровень доверия – это вещь очень большая. Ведь для того, чтобы… А есть еще, кроме уровней доверия, есть еще методы оценки доверия, чтобы посмотреть, а где мы находимся в данный момент. И вот эти вот вещи, конечно, их нужно, но для того, чтобы проект удачно развивался, их нужно хотя бы для специалистов как-то вот обозначать и рассказывать. Тогда проект взлетит. Пока вы видели, примерно 10% из безопасников, которые здесь присутствуют, проголосовали. Спасибо. Пожалуйста, вы микрофон держите. Владимир Хасович, что хотите сказать? Я просто хочу сказать по поводу защиты криптографической. Вы сейчас говорите о том, что, так сказать, уровень доверия. Ну, вообще-то говоря, ФСБ даже поначалу предлагало более высокий уровень криптографической защиты, но в процессе обсуждения мы понизили эти требования, потому что понимаем действительно, что… Трудные иногда, да. Да, они трудно реализуемы. Поэтому вот говорить о том, что все-таки здесь, как-то сказать, по крайней мере, с нашей точки зрения, что мы там что-то занижали, ослабили защиту, я так не считаю. Ну, с нашей позиции, да. А для удаленного доступа, Владимир Михайлович? А что для удаленного? Слушайте, вот еще раз, это процесс рассматривался и в общем, и двумя ветками. Ну, собственно, вот коллеги же здесь сказали. Поверьте, вот каждую из них разбирали отдельно. На каждом этапе, какие здесь возможные варианты, какие там возможные варианты, отдельно Ростелеком объяснял очень долго и пояснял, как они это будут организовывать. И опять же нельзя забывать, что мы погружаем эту систему не просто вот в чистую воду, в которой ничего нет, а мы погружаем ее в среду, в которой уже работают банковские процессы. Мы погружаем ее туда же, где работают операционисты, причем работают с гигантскими деньгами, где летают платежки там на миллиарды. И там идентифицируют клиентов не просто потому, что очень хочется, потому что центральный банк это сказал, а потому что это реальный риск у банка. То есть это тоже надо учесть. Ну, она не сама, она не живет в вакууме, она живет в реальных бизнес-процессах. Это тоже учитывалось, собственно, вот почему и мы пришли к тому, что действительно там не надо сильно завершать классы защиты по средствам защиты и криптографии. Это был очень тяжелый, очень тяжелый процесс. Да, он не виден, наверное, там сбоку или сверху, но это процесс, который шел там несколько месяцев, который практически каждый день на эту тему мы обсуждали различные варианты, и в том числе там на очень высоком уровне. Вот поэтому я считаю, что на текущем, я вот не зря там руку поднял, не потому что я в этом процессе там как-то задействован и заинтересант, а потому что я на сегодняшний день действительно считаю, что, а, это уникальный и уникальный с точки зрения информационной безопасности процесс, и если просто кому-то интересно реализовать свои исключительно профессиональные качества, не участвовать в этом процессе просто нельзя. Б. Если посмотреть на то, что сделано, там действительно предприняты меры по безопасности, которых пока нигде в иных системах, открытых системах, не с точки зрения государственной тайны, а в открытых системах, пока еще никто не делал. И защищенность там находится на действительно серьезном уровне. Б. Артем Михайлович, вы сдали свои биометрические данные в ЕБС? Б. Конкретный вопрос. Б. Конкретный вопрос. Банк, которым я обслуживаюсь, к сожалению, пока еще это не принимает. Б. Так, коллеги, есть еще вопросы из зала? Ну, вам уже слово предоставлялось. Вы извините и одному, и второму. Если вот можно, передайте, пожалуйста, микрофон человеку, который ни разу не сдавал. Извините, ваша позиция ясна. Б. У меня вопрос не столько по безопасности, а сколько о продвижении вообще вот этого всего дела, потому что, насколько мне известно, население крайне отрицательно относится к съему биометрии. И считает, что биометрия будет сниматься совсем для других, грубо говоря, дел. Поэтому нужно либо разъяснительную работу проводить среди населения на государственном уровне, а иначе это все будет как вот бесполезная затея. Я, наверное, действительно очень правильный вопрос. И действительно мы сейчас уже работаем с банками и определяем с ними те необходимые мероприятия, которые, собственно, должны, они должны проводить, в том числе и со своими клиентами, по разъяснению того, для чего нужна биометрия, как она используется, как она собирается, где она хранится, насколько это безопасно. И одновременно, собственно, мы также проводим ряд мероприятий, семинаров, которые связаны тоже с популяризацией данной темы, с объяснением того, насколько это доверенный и безопасный источник. Я бы также хотел отметить, что это такое небольшое лукавство. Все-таки биометрия – это тот фактор, и это те данные, которые уже и так собраны с населения. Мы понимаем, что это просто разные источники. Это паспорта, это те биометрические системы банков, которые есть. Это там десятки миллионов тех или иных снимков фотографий или голоса. То есть это, наверное, такой комплексный вопрос, который относится не только к единой биометрической системе, а вообще ко всем, скажем так, процессам, ко всем услугам, ко всем сервисам, которые затрагивают биометрические данные. И этот процесс, и самое главное, эту работу должны производить в том числе и организации, которые работают с биометрией. Это должна быть в том числе и их ответственность за то, как хорошо и насколько информативно они доносят информацию своим клиентам о том, что и для чего они, собственно, сдают и используют биометрию. Нет, Иван, я могу возразить очень элементарно. У нас уникальная страна, в которой про каждого из нас, не выходя из этого зала, по интернету можно узнать все. Номер телефона, адрес, СНИЛ, СНН, все можно выяснить. И биографию про многих из нас. Вот этого нет ни в одной стране мира, я вас уверяю. Мы уникальная страна в этом плане. И поэтому то, что с цифровизацией все больше и больше наших, скажем так, полуинтимных уже подробностей вылезает, значит, где-то скапливается, это не есть хорошо. Это не есть хорошо с любой точки зрения защищенности каждого из нас. И вот, собственно говоря, одно из возражений, которое, извините, я выскажу, видимо, тут люди боятся, которые меня просили это сказать, оно именно связано с этим, что вот по мере цифровизации, к сожалению, значит, не обеспечивается защищенность этих данных, а наоборот, значит, они все больше и больше базы предлагают, будут предлагать, ну, куда от этого деваться. Вот так обстоит дело. Поэтому те изменения, которые делаются в ФЗ и в 149, и в 63 и так далее, и в 152, не все их принимают вот на ура. Это тоже, может быть, недоработка, может быть, а может быть, нужно более внимательно и не торопясь править нормативную базу, чтобы не было негатива. Вот, ну, здесь вот так вот философски можно на все это смотреть. На самом деле, вы отметили в самом начале выступления цифровой профиль, да, это тот инфраструктурный проект, о котором говорил Ольга Николаевна сегодня, да, Ну, законопроект ужасный по цифровому профилю, просто написан, ну, я не знаю, очень непрофессионально. Законопроект поддержала рабочая группа цифровой экономики, куда входит, собственно, достаточно большое количество экспертов. Вопрос не в нем сейчас, наверное, не в законопроекте. Извините, это не красит рабочую группу. И вопрос не в законопроекте в целом, вопрос, наверное, в том, для чего он нужен, да, и это вопрос корректности, правильности, актуальности, достоверности и, самое главное, качества тех данных, которые обмениваются, и плюс контроль. И мониторинг того, что кому и зачем передается. Это очень важно. Это действительно правильно, что наши, там, достаточно конфиденциальные, интимные данные передаются, там, в открытый доступ. Такого быть не должно. Действительно, за этим нужно следить. Действительно, человек должен понимать, кому и зачем он свои данные передавал. И самое главное, чтобы он мог эти данные отозвать. И либо исключить из обработки, в случае, если его это не устраивает. Спасибо большое. Ну, вот организаторы говорят, что наше время уже давно вышло, и нас вообще нужно всех отсюда уже выносить. Вот. Я хотел поблагодарить уважаемых экспертов, кто здесь не поленился, пришел поприсутствовать. Поблагодарить каждого из тех, кто пришел сюда послушать. К сожалению, видимо, Артем Михайлов запугал вопросов. Они перестали просто. Потому что, когда они подходили, мне дай слово, мне дай слово. Потом люди раз-раза попрятались, а вдруг проверка будет внезапная. СССР. Спасибо всем большое. Я считаю, что все, что здесь обсуждалось, должно, в принципе, послужить на пользу общего подъема защищенности наших данных в Российской Федерации. Спасибо всем за участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!